Слава Богу! 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 Ну и еще раз. Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Я хочу поделиться с вами словом, дорогая церковь, очень простым. Я вообще, надо сказать, часто испытываю послания, которые собираюсь проповедовать на детях. Я прихожу к подросткам, которым может быть по 9-12 лет, я даю им свой конспект почитать или проповедую им, и потом спрашиваю, что вы поняли. И когда они мне рассказывают то, что я хотел сказать, тогда я эту проповедь проповедую взрослым. Потому что наверняка уверен, что и до взрослых, значит, дойдет. Поэтому я на детях испытал все, что сегодня собираюсь вам сказать. Если до вас не дойдет в конце сегодняшнего послания, подойдите ко мне после собрания, я за вас помолюсь. Потому что должно, должно. Церковь – это место для всех, вы согласны? Для людей любых возрастов, любой национальности, любого прошлого и настоящего. Церковь – это место, где мы проповедуем Слово Божие. А Слово Божие – это тоже послание для всех. Евангелие – это послание для всех. Мы знаем, что в книге Римлянам в 10 главе, в 13 стихе написано «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется». И мне очень нравится это слово «всякий». «Всякий» значит совершенно любой человек, который обратится к Богу, получит спасение. Я же говорил, я просто проповедую. Евангелие – это послание для подростков. Я обратился к Богу в возрасте 16 лет. Мне было 16, это был 93 год. И моя мама отправляла меня к бабушке, как и многих, наверное, присутствующих здесь на лето. Я очень ждал этого момента, когда я отправлюсь к бабушке, потому что бабушка чуть глуховата, рано ложится спать, поэтому я был отдан во многом себе. Я купил себе блок сигарет Бонда, как сейчас помню, спрятал его в вещах с надеждой, что когда меня мама посадит в поезд, я вот наедине останусь с собой и смогу делать, что захочу. В то время я жил в Караганде. Где-где в Караганде, если вы не знали, что это город, это город, я там жил. Вот, и из Караганды мне нужно было поехать в Москву, и в Москве пересадка, и ехать нужно было дальше. Так или иначе, мы пришли на вокзал, зашли в вагон, и там был юноша примерно моих лет, в купе, к которому я должен был ехать. Его звали Женя, и моя мама, когда его увидела, говорит, здорово, хоть будет с кем в карты поиграть. И тогда мама этого юноши сказала, ну, не знаю, как насчет карты, а Библию точно почитаем. Моя мама потом мне призналась позже, что в тот момент мое сердце, говорит, что-то там екнуло в моем сердце, и сердце мамина не подвело, потому что Женя взялся за меня, мы еще из города не выехали. Да. Еще, по-моему, даже поезд не тронулся, он уже стал Библию открывать. И три дня из бытия до откровения, из пророков малых и больших, и даже из книги «Песнь-песни» Женя проповедовал мне и проповедовал. Когда я уставал очень сильно, я шел в тамбур, надо же было использовать сигареты, которые я взял с собой. Я там курил, потом возвращался назад, говорю, давай, Женя, бухти мне, что там дальше, рассказывай. Тогда, как вы понимаете, не было ни интернета, читать я особо не любил. Я, честно говоря, и сейчас заставляю себя читать, ну, что делать. Вот. И среди прочих вещей Женя сказал одну фразу, которая лично для меня стала ключевой. Он сказал, Сергей, он говорит, у Бога есть планы на твою жизнь. Я подумал, классно, потому что у меня как раз никаких планов на жизнь нет. И мысль о том, что Бог меня сотворил, мне было более симпатично, чем то, что я от обезьяны. Поэтому я подумал, наверное, лучшее, что я могу сделать, это доверить свою жизнь тому, кто меня создал. И удивительный Дух Святой, Он точно знает, что кому надо сказать. Евангелие – это послание для всех. Я, честно вам скажу, я не помню ничего, что Женя говорил мне из Бытия и Откровения, и Книги Царствия, и прочих пророков. Но я точно помню эту фразу. Он сказал, у Бога есть планы на твою жизнь. И он сказал мне, когда ты обратишься к Богу, тебе нужно будет бросить курить, пить, значит, ругаться, хранить девственность до вступления в брак. Он, в общем, проехался по всем подростковым радостям 93-го года. По какой-то причине три дня спустя Женя, когда мы прощались, не предложил мне обратиться к Богу в молитве покаяния. Мы с ним расстались, он поехал дальше по своим делам, я к бабушке, соответственно, я встретился там со всеми летними друзьями, так называемыми, и мы вечерами сидели у костра, общались, разговаривали, и, естественно, каждый должен был рассказывать какую-то историю, и я, знаете, что рассказывал? Все то, что Женя мне рассказал в поезде. Ничего не утаивал. Все, что Женя мне рассказал. И почти каждый раз, когда я рассказывал им все, что знал сам на тот момент, мои друзья говорили, Сергей, а что же делать? Как нам спастись? Я говорю, мужики, я не знаю. Потому что мне Женя ничего не рассказал. Я реально задался вопросом, эх ты, Женя, меня как будто бы обманул. Он мне все рассказал, а как и чего вообще не сказал. Три месяца спустя я приехал в свой город, в Казахстан, в Караганду, и нашел в кошельке номер телефона церкви, и у меня началась битва. Где-то две недели она продолжалась, потому что мне очень не хотелось оставлять все то, что Женя сказал, мне нужно будет оставить. Тогда еще были такие телефоны, помните, с крутилками. И вот когда этот кружок последняя цифра назад возвращалась, я бросал трубку. В конце концов, мысль о том, что у Бога есть планы на мою жизнь победила, я подумал, а ладно, поеду. Позвонил, мне сказали, адрес церкви, я говорю, а как я вас там найду в этом большом здании? Они говорят, не волнуйтесь, мы вас встретим. я вот в этот самый момент очень заволновался, надо сказать. Зачем нужно было это говорить? Ну как они меня, они меня никогда в жизни не видели, как они меня встретят вообще? Я ведь тогда и понятия не имел, что в церкви есть служители, которые на входе всех встречают и говорят, добро пожаловать и так далее. Я приехал в церковь 10 сентября 1993 года и там действительно стояли два юноша на входе и говорят, добро пожаловать, мы так давно ждем вас. Как сейчас помню, пастор проповедовал о том, что ученики оставили все и последовали за Иисусом Христом. В конце было предложение обратиться к Богу в молитве покаяния. В общем, пастор мне сказал то, что Женя мне не сказал три месяца назад. И я без остатка полностью, целиком, всю свою жизнь 10 сентября 1993 года отдал Богу без остатка. Аминь. Слава Богу. 16 лет. Евангелие – это послание для подростков. Иногда мы думаем, что нужно быть супер-пупер семь пядей во лбу, чтобы понять Евангелие. Друзья мои, Дух Святой знает каждого человека. Он знает, какие слова должны прозвучать и что потолкнет человека к обращению к Богу. В моем случае это была фраза «У Бога есть планы на твою жизнь». И вся моя жизнь с тех пор изменилась. Очень сильно изменилась. Я такой счастливый, что я отдал свою жизнь Богу. По пути домой что-то со мной произошло, я какой-то добрый стал. Я раздал все сигареты, пока ехал домой. Я домой приехал, маме сказал, что я ее люблю, она плакать начала, что с моим сыном случилось. Я давно уже не говорил этих слов. В общем, были какие-то драматичные перемены в моей жизни. Друзья, Евангелие это слово для подростков. Не пренебрегайте молодежью. Я благодарю Бога, я сам был молодежным пастором 15 лет, и я хочу чуть ободрить вас. Продолжайте то, что вы делаете. Это атмосфера в собрании здесь. Пусть она располагает к тому, чтобы молодые люди приходили в церковь. Пусть это будет местом, куда хочется приходить по воскресеньям. Поэтому Евангелие это слово для подростков. Евангелие это тоже слово для людей в время, когда они учатся в колледже, для студентов. Нам людям свойственно делать какие-то умозаключения, в которые мы верим, однако далеко не всегда наши умозаключения найдут свое подтверждение в Слове Божьем. К примеру, иногда мы думаем, что если уж кто-то обратится к Богу, то точно не он. Или если уж кто-то обратится к Богу, то точно не она. Бывало у вас когда-то такое? Думаешь, ему вообще бесполезно что-то говорить. Он к Богу даже не смотрит в ту сторону. Я хочу рассказать вам историю обращения к Богу моей жены. Потому что она обратилась к Богу именно когда она училась в колледже. В ее группе училась девочка по имени Оля. Она была верующей, ходила в церковь, и она время от времени делилась своими убеждениями с подругами. Тогда классная руководительница решила организовать такое внешкольное занятие и сказала, все кто хочет, приходите, и Оля расскажет о том, во что и в кого она верит. Собрались люди, и моя будущая жена была среди этих людей. И когда Оля закончилась, Валя, мою жену зовут Валентина, она подошла к Оле и говорит, Оля, я хочу в твою церковь сегодня. А это была среда. И год был 92-й. Единственное, что происходило в церкви в 92-м году в среду, была ночная молитва со всеми вытекающими. И Оля, понимая, куда может попасть Валя, говорит, давай лучше воскресенье. Как бы все поспокойнее будет, как бы там, все попонятнее будет. Давай не надо вот, вот это вот не надо в ночную молитву тебе. Ты все равно там ничего не поймешь. И Валя сказала, Оля, сегодня. Деваться было некуда. ночная молитва шла с 11 вечера. Валя приехала туда. И ночная молитва началась. Семь часов на языках без остановки. Когда закончилась ночная молитва, Валя подошла к ведущему, который вел молитву и говорит, здрасте, я у вас впервые. Она просидела там семь часов слушая молитву на языках. Я хочу обратиться к Богу. Я не помню сейчас дату, но в тот самый, в то самое утро, полностью без остатка, в 92 году моя жена отдала свою жизнь Иисусу Христу. Позже Оля призналась, она сказала, Валя, я думала так, что если кто-то и обратится к Богу, то точно не ты. Вот она могла покаяться, и он мог покаяться, и еще вот эта девочка могла обратиться к Богу, но о тебе я даже и не думала, что ты можешь обратиться к Богу. Я думаю, как часто дьявол обманывает нас. Как часто дьявол обманывает нас, говоря, ему не надо благовествовать, ему не нужно рассказывать о Христе, он не обратится к Богу, посмотри на его жизнь вообще. Давайте не будем ограничивать ни Бога, и не будем решать за людей. Евангелие это сила ко спасению. И Слово Божие говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. Евангелие, оно тоже для людей, у которых все есть. Это еще одна святая корова, которую я хочу сегодня застрелить, потому что иногда мы верующие думаем, что церковь это место для труждающихся, для обремененных. Ведь есть основания для подобных, для подобного умозаключения, да, придите ко мне все труждающие, обремененные, я вас успокою, да, там, и так далее, и так далее. И мы думаем, что вот для всех этих людей ущербных, вот для них церковь. А для тех, у кого все в порядке, в материальном плане, в семейном плане, да, в плане образования, в будущем, им вообще зачем Христос? Им вообще Евангелие не нужно. Но когда я смотрю в Слово Божье, и, к примеру, вижу Евангелие от Луки, 9 глава, со 2 по 10 стих, там есть история о том, как Закхей искал встречи с Богом. Давайте мы прочитаем этот отрывок из Священного Писания. Пожалуйста, откройте Евангелие от Луки, 19 главу, я прочитаю вам со 2 стиха. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал встречи с Иисусом. Кто он? Но не мог за народом, потому что был мал ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему, Христу в смысле, надлежало проходить мимо нее. Иисус же, когда шел на то место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, потому что сегодня мне нужно быть у тебя дома. И он поспешно сошел и принял его с радостью. Посмотрите, какая жажда была у Закхея о встрече с Иисусом. Библия говорит, что он был человек богатым. Скорее всего, в его жизни не было никаких материальных нужд. Но он так сильно хотел встречи с Иисусом, что даже влез на дерево. Вы можете себе представить взрослого предпринимателя, который, ну вот так случилось, малый ростом, как-то из-за толпы он Христа не увидел, такой, у меня есть идея. Иисус точно будет там проходить. Он побежал вперед и залез на дерево. Мы иногда думаем, а этот человек, у которого все есть, он богатый, он привык там в Хилтоне, Шмилтоне, там вот во всех этих гостиницах останавливаться, что он пойдет в это здание там на четвертом этаже выше пятерочки, что ему там делать вообще? Ни крестов тебе, ни куполов, ни золота, ничего. Ну как бы, что он туда пойдет? Но знаете что? Когда есть голод по-духовному, можно и на дерево залезть. Да. Можно и на дерево, и не только на дерево. Куда угодно можно прийти, лишь бы пережить встречу с Иисусом Христом. У нас в церкви есть молодой человек, его зовут Антон, Антон Питайкин, он время от времени ведет разные программы, может быть, вы даже видели, он со своей супругой ведет программы, делает интервью, берет у семейных пар. Я общался с ними и спросил, Антон, расскажи мне историю своего обращения. И он говорит, Сергей, я был очень популярным телеведущим. У меня была двухкомнатная квартира, у меня брали автографы на улице, у меня был джип-блейзер, он мне сказал, девушка была, деньги было, у меня было все. Но ничего из того, что у меня было, меня не удовлетворяло. Была внутри какая-то пустота, которая не могла заполнить ничто. И потом, каким-то образом, он оказался на молодежной конференции в Красноярске. Там пережил встречу с Богом и уже через месяц он был в Москве в библейской школе. И он мне говорит, я променял квартиру в своем городе на храпящего соседа на одном матрасе в Москве. Машину на метро, популярность в светском мире на служение в церкви. И я говорю, как ты не пожалел об этом? Он говорит, Сергей, ни в коем случае я не пожалел об этом. Это было лучшее решение в моей жизни. Посвятить свою жизнь Богу. Я подумал, интересно, почему мы иногда думаем, что людям в достатке живущим, я имею в виду не только материальный достаток, а вообще людям, у которых все хорошо, мы как бы думаем, ну зачем им Бог? К Богу должны приходить все, у кого есть проблемы. Я вам скажу, нет, к Богу должны приходить все. независимо от того, есть у тебя проблемы или нет у тебя проблемы. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, всякому нужно примирение с Богом и людям, у которых все есть. Иногда мы верующие думаем, но я не достоин, чтобы разговаривать с человеком, у которого все есть. Я не соответствую его статусу. Но насколько я вижу Слово Божье, к примеру, когда один из великих военных пришел к пророку в Израиле и говорит, мне нужно получить исцеление, пророк к нему даже сам не вышел, он к слугу своего послал. И тот вышел, говорит, иди в реке окунись. Нормальный тот военачальник говорит, у нас что, дома что ли рек чище нет, что я должен вот здесь, в Иордане, окунуться в грязном. Но когда тебе Господь нужен, и в Иордане окунешься, и на дерево залезешь, и в подвал, если надо, спустишься, что угодно сделаешь, потому что только Бог может заполнить пустоту, которая есть внутри каждого человека. Независимо от того, что у тебя есть, или чего у тебя, или чего у тебя нет. Поэтому Евангелие для всех. В первом послании к Тимофею написано, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Обратите на это внимание, все люди, без исключения, нет исключения, любому человеку нужны Евангелия. Иногда, кстати говоря, Бог делает совершенно неожиданные вещи. Какое-то время назад я ехал в Саратов, чтобы служить в церкви, и так случилось, в тот раз я поехал на поезде, и со мной в вагоне ехало еще три мужчины, двое из них были из-за отряда по борьбе с организованной преступностью. Вот, и они достали бутылку водки, бум, такие на стол, давай, за знакомство. Я говорю, я не пью, они говорят, что болеешь что ли? Я говорю, да нет, не болею. Я говорю, убеждение у меня. Он говорит, ну-ка, что у тебя за убеждение? Я им, естественно, рассказал, во что я верю, как я верю. И они начали спорить со мной. Они, конечно, выпили, вот, и мы орали друг на друга всю дорогу. Они орали на меня, я орал на них вообще. Проводница даже боялась к нам в этот заходить, в купе. Она открывала, чай будете? Раз, и закрывала сразу. Вижу, что вы уже пьете. Такая, знаете, ну, я не пил, я не пил. Да, все скажите, Сергей не пил. Это важно, Сергей не пил. Я просто орал, трезвый. Потому что они на меня орали, а я на них орал. Хотелось бы мне сказать, что все закончилось их обращением к Богу, но ничего подобного не случилось. Мы доехали до Саратова, они поехали своими делами заниматься, я, соответственно, своими. Я тогда же чуть подрастроился, думаю, может, не надо было орать. Прошло два года, я приехал опять в Саратов служить в церкви, и ко мне подходит мужчина, его зовут Александр. Он говорит, привет, Сергей. Я говорю, привет. Он говорит, я Александр, я говорю, я Сергей. И он, первое, что он мне говорит, я четвертый. Я думаю, что четвертый? Ну, думаю, что он очередность рождения, думаю, я говорю ему, я второй. Он говорит, да нет, ты не понял. Я говорю, я точно не понял. Я говорю, ты без вступления, без ничего мне. Представляешь, тебе подходит человек и говорит, здравствуй, я четвертый. Я говорю, давай объясняй. Знаешь, что он мне говорит? Он говорит, я был четвертым в том купе. Я, говорит, всю дорогу отвернулся в стенку, конечно, молчал, я не смел влезть в ваши диалоги. Но, говорит, каждое слово, которое ты говорил, каждое слово проникало прямо в мое сердце, попадало прямо в мою душу. И когда я приехал в Саратов, я первым делом нашел церковь. Мне рассказали, я покаялся, вся моя семья, весь мой дом. Мы в церкви уже два года. У меня мурашки. Он говорит, я в церкви уже, я в шоке. Четвертый, я на этим абэбовцам проповедовал. Оказывается, там был другой. Давайте не будем Господа ограничивать, братья и сестры. Давайте не будем Господа ограничивать. Есть так много всего, что он хочет и может сделать. Я недавно услышал статистику о том, что христианин в первые три месяца своего обращения к Богу приводит людей ко Христу и в церковь больше, чем за всю оставшуюся жизнь. Я стал размышлять, думаю, Господь, как так вообще? Почему только в это время? И у этого есть много причин. Я не буду углубляться в подробности исследования. Одна из причин, я хочу ее вам все-таки озвучить. Знаете, в чем? В том, что первые три месяца наши неверующие друзья все еще нас понимают. Потому что через три месяца мы всяких словечек как понаберемся. Я на рыбалку вчера ездил. Аллилуйя! Такую рыбу поймал. Аллилуйя! Материться как бы нельзя, но надо же заменить чем-то. И мы такие словечки нашим неверующим друзьям, и они думают, это вообще странно. Я недавно, вы помните, да, год пандемический и так далее, я очень вдохновлял церкви выходить в онлайн. Через две недели я передумал. Я сказал, пожалуйста, делайте трансляцию по закрытой ссылке, не надо никому это показывать. Потому что я вдруг увидел, какие мы сектанты и маргиналы вообще. Мы совершенно не умеем общаться со светским миром. Было объявление, это вот реальная история, объявление. Слушайте, подключайтесь на онлайн-богослужение, будет проповедовать помазанный муж Божий, омытый в крови Иисуса Христа. Не, я все понял. У меня все-таки теологическое образование есть, да? Я все понял. Но я себе представляю светского человека, ведь мы же транслируем это светской аудитории, не по закрытой ссылке, а всем. Я представляю себе человек, вдруг он наткнулся, ему там алгоритмы предложили наше, значит, богослужение. И он сидит, думает так, кого-то мужика чем-то помазали. Теперь он муж Божий. А что, у Бога муж есть? А где они крови столько взяли, чтобы его в ней искупать вообще 2000 лет спустя? А потом мы удивляемся, что про церкви говорят, да они там младенцев едят. Почему мы вдруг такими стали замороченными? Почему мы вдруг перестали разговаривать понятным языком? В книге Деяния апостолов, восьмой главе... Не, я все-таки должен пару слов вообще об этом сказать, извините. Чувствую надо. Можно, да, чуть-чуть? Да. Вот, христиане, у вас есть социальные сети. Если вы хотите, чтобы больше людей обращалось к Богу, пожалуйста, перестаньте публиковать Иоанна 3,16 постоянно. Если у вас есть аватарка там, где должна быть ваша фотография, вам не надо туда ставить лев из колена Иудина. Поставьте туда свою фотографию. Размером, как на паспорт, 3х4, только у улыбающегося. Я открываю некоторые странички социальной сети верующих людей. Я думаю, это кошмар просто. Это сектанты и маргиналы. Держаться нужно от них подальше. Если кто-то захочет Библию почитать, он скачает себе приложение и почитает Библию. Поэтому не нужно превращать вашу страничку ВКонтакте в чтение Писания. Если вам приложение Библия предлагает стих дня, это не означает автоматически, что его нужно публиковать у себя на страничке. Сейчас все сразу начали перебирать свою страничку. Что лучшее мы можем сделать на своей страничке? Во-первых, это огромная сила, я хочу это подчеркнуть. Я недавно был в церкви в Хабаровске и проводил там занятия на тему благовестия. И было около 60 человек в аудитории. Я взял совершенно выборочно 11 человек в аудитории, на доске написал название разных социальных сетей и предложил им рассказать мне, сколько человек следует за ними, читает их в социальной сети. Оказалось, что 11 человек, слушайте внимательно, 11 человек в совокупности достигали 16084 человека. При том, что в церкви было, ну может быть, 300 или 400 прихожан, в которых я служил. 16084 человека. И тогда я задал им вопрос, а как вообще вы можете использовать эту страничку для того, чтобы светить? И это хороший вопрос, потому что некоторые из нас делают то, что я вам раньше сказал. Что же мы можем делать? Два слова. Во-первых, люди следуют за людьми, а не за организациями. Запомните это. Людям интересны люди, им не интересны организации. Например, когда была последняя презентация компании Apple, они там предлагали свои продукты. И Вилсаком, те из вас, кто смотрит интернет, делал прямую трансляцию. У него на YouTube было просмотров больше, чем у Apple, и YouTube пришлось его заблокировать. Потому что за организацией меньше следило людей. Люди хотели, чтобы Вилсак комментировал все, что говорит там Фил Кук. И это было людям намного интереснее. Поэтому вашим друзьям интересны вы, ваше хобби. Может быть, вы делаете капкейки, я не знаю. Тогда расскажите людям, как вы делаете капкейки. Ну, пироженки такие. Корзиночки, знаешь, такие. Берешь муку, засыпаешь туда, скажешь, как это приведет людей ко Христу. Это не приведет людей ко Христу. Но это приведет к вам аудиторию, которая тоже хочет научиться печь эти пирожные. И тогда вы каждую шестую публикацию можете сделать с каким-то... А знали ли вы, что лучший пекарь на земле Иисус, он из пяти хлебов пять тысяч народу накормил? А потом опять рассказываете дальше про ваши капкейки. Чем вы увлекаетесь? Что вы делаете? Мой сын, например, средний сын, он катается на самокате. И когда он публикует всякие трюки, которые он делает, за ним следуют самокатеры. Сотни самокатеров. Я даже не знал, что их столько есть. Может быть, вы умеете кубик-рубик делать. Может быть, вы, мужики, умеете маслом менять в машине. Расскажите другим мужикам, как менять масло в машине. И вы соберете аудиторию мужиков. Потом пригласите их в гараж на демонстрацию. Скажите, квас и рыба с меня. Соберете мужиков. Покажете им, как менять масло. И там можете рассказать им о Христе. Между вашими ушами есть огромный дар. Называется мозги. Дар Божий, совершенно бесплатный. Давайте использовать его по назначению. Спасибо. Спасибо.